Центральный стадион «Локомотив» – футбольный стадион, расположенный в районе Преображенской Восточного административного округа Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская», заново построен в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив» по проекту коллектива архитекторов под руководством А.В. Бокова, предназначен для проведения футбольных матчей. Вместимость стадиона составляет 28 800 зрителей. По показателю вместимости поле входит в десятку крупнейших стадионов России. На стадионе играет свои домашние матчи команда «Локомотив» и сборная России. Кроме того, в сезоне 2013-2014 на поле проводил свои домашние встречи московский «Спартак» описание стадиона. Стадион полностью соответствует международным стандартам и считается одним из лучших в России по технической оснащенности и оригинальности конструкции. У него есть четыре трибуны, названные по сторонам света. Каждая состоит из двух ярусов, а между ними идет кольцо VIP-ложь. Главная трибуна западная у стадиона есть крыша над всеми зрительскими местами. Два видеотабла компании «Натинфо» на северной и южной трибунах. Видеотабла изготовлена на смедо-светодиодах, имеют разрешение 576 на 320 пикселей с шагом 20 мм и площадью изображения 73 КВМ. Около стадиона располагаются кассы камеры хранения, два тренировочных поля, офис-клуба, локомотив, VIP-стоянка. Под трибунах-помещениях есть фитнес-клуб, VIP-место, два VIP-сектора, один красный VIP-сектор, VIP-ложен на трех трибунах и VIP-ресторан на четвертый домашний стадион футбольного клуба «Локомотив». Кроме того, многие домашние матчи на стадионе играет сборная России, а также большинство матчей в Еврокубках проводил ПФК ЦСК. В августе 2007 и 2008 года на стадионе проводились матчи Кубка РЖД. Возле стадиона установлен настоящий локомотив «Паровоз Л-3516». Диктором стадиона до лета 2012 был Степан Левин. Летом 2012 года диктором стадиона «Локомотив» стал Виктор Степанов. Стадион «Локомотив» в сезоне 2013-2014 отдавался в аренду команде «Спартак Москва. История стадиона». В 1935 году на месте нынешнего стадиона «Локомотив» был открыт стадион «Сталинец» – профсоюзы рабочих электропромышленности. Многие московские команды проводили на нем свои домашние матчи. «Локомотив» уже стадион перешел в хрущевские времена. Стадион с одноименным клубом названием «Открылся» на месте снесенного «Сталинца» с насыпными трибунами и монументальными колоннами 17 августа 1966 года, вмещающий порядка 30 тысяч зрителей. В 2000 году началось строительство нового стадиона, к 2002 году его удалось завершить. Был построен современный стадион «Локомотив», являющийся одним из лучших в стране. Первый матч на новом стадионе команда «Хозяйка стадиона» провела 5 июля 2002 года против команды «Уралан». Первый официальный гол забил в том матче в свои ворота украинский защитник «Уралана» Дмитрий Семочка. «Аллея славы», «Локомотива», «Николай Канарев», «Иван Паристый», «Юрий Семин», «Виктор Соколов», «Валентин Бубукин», «Валентин Гранаткин», «Виталий Артемьев», «Геннадий Забелен», «Виктор Ворошилов», «Борис Бищев», «Евгений Ледин». Согласно средствам массовой информации, руководство стадиона пошло навстречу болельщикам «Локомотива» и постановило убрать заградительную сетку перед южной трибуной и другие мелкие предметы. Текст пресс-релиза 27 марта 2008 года, гласит. Малая спортивная арена «Локомотив» стадион был введен в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тысяч мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года. На нем проводят домашние матчи молодежный состав «Локомотива» и команда «Локомотив-2», выступающий в первенстве России среди команд 2-го дивизиона. В общем и целом, стадион позволяет проводить матчи как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Адрес «Стадион в искусстве», в кинематографе «Обратный отсчет», «Игра», «Выкрутасы», концерты 22 июня 2013 года, «Дипичмот» в рамках мирового тура «Зе Дельта Мочен Тур».